Привет! С вами снова Ольга и в прошлом видео уроке мы сделали туловище для нашей рыбки Дори. И в этом видео мы будем оформлять ее ротик, сделаем глазки и постараемся полностью закончить оформление лица. Итак, приготовьте пряжу цвета тела нашей рыбки и давайте начнем. Делаем магическое колечко. Заводим внутрь колечка крючок и вяжем 6 столбиков без накида 1 столбик 2 3 4 5 6 Стягиваем колечко Прокладываем контрастную ниточку между рядами и в следующем ряду вяжем 2 прибавления Первое прибавления и второе. Столбик без накида 2 прибавления Первый interesting 2 прибавления и вторую столбик без накида. Снова прокладываем контрастную нить и в следующем ряду вяжем 3 столбика без накида 2 прибавления 3 столбика без накида и 1 прибавление следующий ряд вяжем прибавление 5 столбиков без накида 2 прибавления 5 столбиков без накида и 1 прибавление во втором ряду вяжем прибавление столбик без накида 2 прибавления столбик без накида и 1 прибавление столбик без накида прокладываем контрастную нить в третьем ряду вяжем прибавление 3 столбика без накида 2 прибавления 2 прибавления 3 столбика без накида 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 4 столбика без накида 2 прибавления, 5 столбиков без накида, прибавление, следующий пятый ряд вяжем прибавлением, 7 столбиков без накида, 2 прибавления, 7 столбиков без накида, 3 столбиков без накида, 3 столбиков без накида, 3 столбиков без накида, 3 прибавления, 3 столбиков без накида, 3 прибавления, 3 столбиков без накида, 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 Столбик без накида, прибавление, столбик без накида, прибавление, столбик без накида и прибавление. В следующем ряду мы вяжем половинку ряда. Столбики без накида, без прибавлений. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, третий, четырнадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый. Заводим нить в следующую петлю, вытягиваем петлю, вторую часть вытягиваем через ту петлю, которая есть на крючке. Ниточку вытягиваем и обрезаем, оставляя кончик для пришивания. Теперь я буду использовать пряжу черного цвета, это тоже Ярна Art Baby, но уже в одну ниточку. Я не буду их вязать вместе, потому что сейчас мы будем с вами делать внутреннюю часть ротика, и она должна быть не такая тоненькая и не очень грубая. Крючок я использую два с половиной. Если вы и так вязали в одну ниточку, то вашу пряжу основную можно заменить либо на нити мулине черного цвета, либо вашу ниточку разделить на несколько частей. Видите, как правило, все нити состоят из нескольких частей, у меня из 3, бывает из 4, из 5, из 6. Разделите вашу ниточку на несколько частей и вяжите половинкой или чуть-чуть меньшей части, чем ваша основная нить рабочая. Итак, делаем цепочку из 8 воздушных петелек. Закрепляем витерку и теперь вяжем воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Заводим крючок во вторую петлю от крючка и вяжем столбики без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В самую последнюю петельку вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Поворачиваем вязание, продолжаем вязать, обвязывать цепочку нашу. Вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И в последнюю петлю, это у нас пропущенная петля, которую мы пропустили в самом начале, мы вяжем 2 столбика без накида. Первый и второй. Следующую петельку заводим крючок, вяжем столбики без накида. Это у нас уже пойдет второй ряд. вяжем столбик без накида. не хочет захватывается петелька. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, пятый, шестой. Дальше вяжем 3 прибавления. Первое прибавление, второе и третье. Дальше вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. и два прибавления. Первое прибавление и второе. Дальше вяжем столбики с одним накидом. Делаем накид, вяжем 2 столбика. Первый, накид, второй. Дальше 2 столбика с двумя накидами. Первый накид, второй, петля. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Дальше вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Нить закрепляем. Вытаскиваем через петлю, которая есть на крючке. Вставляем небольшой кончик для пришивания и нитку обрезаем. Теперь берем заготовку нашего ротика. Вставляем нить в черный хвостик. Располагаем нашу заготовку таким образом, чтобы та часть, которую мы с вами провязали, последняя половинка, она была у нас с вами внизу. И та часть, где мы провязывали с вами столбики с накидами, с одним или с двумя, она была, получается, тоже внизу. Прикладываем таким образом, чтобы у нас центр одной детальки и второй совпадали. То есть вот все несчастье должно сверху остаться раз, два, три. И мы начинаем пришивать ротик, внутреннюю часть ротика к основной. Пришиваем обычными стежками. Это вы сделаете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Вот черную часть ротика я пришила, нить закрепила и спрятала. Теперь мы загибаем ротик таким образом, чтобы часть, которая меньше, она была внутрь черной части, а часть, которая больше, она выходила наружу. И вставляем рот в отверстие. И начинаем пришивать верхнюю часть к верхней губе. Пришиваем равномерно. И нижнюю часть к нижней губе. Я пришила ротик нашей рыбки. И теперь я подошью еще раз нижнюю вот эту часть, чтобы она у нас не выступала и держалась крепко за туловище. Такими же обычными стежками. Но здесь ничего не будет. Вы тоже можете так сделать и возвращайтесь ко мне. Теперь в районе нижней части ротика я делаю утяжку. Заводим крючок насквозь под петли, которыми мы пришивали ротик. И стягиваем ротик. Таким образом. Теперь эту нить мы не обрезаем, не обрываем. Этой же нитью мы будем с вами делать утяжки в районе глазиков. Я эту ниточку просто поднимаю. Вот такой ротик у моей дури у меня получится. Теперь заводим иголочку с нитью внутрь. И вкалываем ближе к центральной носовой части нашей рыбки. Теперь смотрите, отсчитываем. Вот у нас идет с вами колоссовчик, который мы изначально набирали. И от него считаем первый, второй, третий, четвертый, пятый ряд. От этого пятого ряда. Видите, у нас здесь с одной стороны прибавление и с другой. Вот от этого прибавления мы отступаем еще один столбик. И должны будем ввести крючок изнутри вот в это место. Давайте его отметим булавочкой. Вот таким образом. Теперь отступаем один ряд вверх. Видите, тут тоже идут два прибавления. Вот от одного правого прибавления отступаем одну петельку и вводим крючок в нее. А выводим его с противоположной стороны. Вот второе прибавление с левой стороны. Одну петельку отсчитываем и вводим сюда крючок. Теперь заводим крючок на ряд ниже. Также ряд ниже. Прибавление, видите, и один столбик от него. И вот в это место. И выходим в том месте, откуда заводили крючок. Вот таким вот образом. Теперь мы эти места аккуратненько стягиваем и прошиваем еще один разочек. В те же самые места. Теперь от этого места изнутри заводим крючок на два ряда дальше. То есть по прямой линии, но на два ряда дальше. Выводим иголочку. Вводим крючок на ряд выше. То есть, если опять считать от центральной линии, мы отсчитываем первый, второй, третий, четвертый, пятый столбик. Вводим крючок сюда. И с этой стороны у нас получается ряд, который уже идет без прибавлений. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вот сюда мы должны вынести крючочек. Крючочек, иголочку. Выводим. Вводим иглу на ряд ниже и выводим первые наши точки. И утягиваем. Еще раз закрепляем. Вот такие утяжки для глаз у нашей рыбки у нас с вами получились. Закрепляем ниточку. В этом месте у нас будут располагаться глазки, поэтому закрепить нужно будет и сверху. Обрезаем кончик и хвостик этой нити прячем внутрь. Утяжки для глаз мы с вами сделали. Теперь готовим пряжу черного цвета, белого цвета или цвета фуксии, розовый, ярко-розовый или фиолетовый. Вязать глазки с черной пряжей. Вязать глаза я буду в одну нить. Итак, делаем магическое колечко и крючочек я буду использовать два с половиной. Делаем магическое колечко, заводим под первую ниточку крючок, захватываем дальнюю, поворачиваем и делаем петельку. В это кольцо вяжем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко стягиваем, прокладываем контрастную нить и во втором ряду все петельки первого ряда удваиваем. Вяжем 6 прибавлений. Первая, вторая, третья, четвертая, 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 четвертая и четвертая. Пятая, пятая и последняя шестая прибавление. Во втором ряду увеличиваем количество петель до 18 и вяжем столбик без накида прибавление 6 раз. Столбик без накида прибавление. 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 На последней петельке мы с вами меняем цвет пряжи на фиолетовый или розовый. До конца довязываем этим цветом, прокладываем контрастную нить и вяжем 24 столбика без накида. Первый столбик, второй, прибавление. Снова первый, второй, прибавление. 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 Последнюю петельку довязываем белым цветом. Прокладываем контрастную нить между рядами и дальше вяжем без прибавлений этот ряд за заднюю стеночку. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий и двадцать четвертый столбик. Мы с вами связали пять рядочков. Еще три ряда, шестой, седьмой и восьмой мы с вами вяжем без прибавления. По двадцать четыре столбика без накида в каждом ряду. Эти рядочки вы свяжете самостоятельно и возвращаетесь ко мне. Я связала эти ряды и в последнем ряду мы с вами делаем убавление. Убавляем до восемнадцати петелек в ряду. Первую петельку столбик без накида, следующая тоже столбик и следующие две вместе. То есть делаем убавление. Итак, два столбика без накида, убавление до конца ряда. Второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Первый, второй, убавление. Теперь мы нить закрепляем, обрезаем, оставляя сантиметров 10-15 для пришивания. Пришивание к рыбке и вышивание белков. Черную нить мы тоже обрезаем. Все хвостики связываем и прячем внутрь. От всех ниточек. Контрастные нить вынимаем. И сейчас будем пришивать глазик на место. У меня готовы оба глазика. На одном белочек я уже вышила. И сейчас сделаем то же самое на втором глазике. Так, вдеваем ниточку в иголочку. И вышиваем белочек. Вкалываем иголочку в глазик, чуть-чуть ниже, чем пересечение цветов. И сейчас мы его задекорируем, чтобы его сильно не было видно и заметно. Поехали все хорошо. выводим его чуть-чуть ниже и вот такой выразительный глаз у моей рыбки не получился теперь мы этот глазик наполняет наполнителем и пришиваем нужное нам с вами место глазки будут располагаться в утяжках которые мы изначально с вами сделали вот таким вот образом здесь один и рядышком пришиваем глазки на место добавляем внутрь наполнитель и возвращайтесь ко мне и и Продолжение следует...